Всем привет! Что общего у этого помидора и у биткоина? Очень много. Сейчас мы об этом поговорим. Мы сейчас расскажем простыми словами о сложных вещах. Сложные вещи это вот эти вот графики, графики, а простые вещи это помидоры. И мы сейчас на примере обычных помидоров, вот этого вот прекрасного помидора, я его съем после записи, мы сейчас разберем, как это все работает. Напомню, что моя цель заработать за 2 года 100 тысяч долларов на криптовалюте. Здесь на этом канале я показываю, как я это делаю, что у меня получается, что не получается, какие шаги предпринимаю. Если тебе это интересно, подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и поехали дальше. Все мы знаем, что бывают урожайные годы, а бывают неурожайные. И вот в урожайный год, когда помидоров много, они стоят просто копейки. Почему они стоят копейки? Потому что их дофига. И дело не только в том, что их дофига, а в том, что продавцов больше, чем покупателей. И поэтому продавец может объективно продать за ту цену, которую назовет покупатель. Покупатель хочет купить дешевле, и он цену ставит ниже, ниже. Большая конкуренция, много помидоров на рынке, и поэтому они стоят копейки. И если мы смотрим графики, когда помидоров много, мы всегда движемся вниз. То есть, людей, у которых есть помидоры, и они хотят их продать, их больше, чем людей, которые хотят купить эти помидоры. И цена пошла вниз. Есть года неурожайные, когда помидоров мало, и тогда мы видим интересную картину, и цена взлетает вверх. Представим рынок. Рынок, я сейчас имею в виду не в главальном плане, а просто базар. Вышел человек с ведром помидоров, и он говорит, ну цена помидора там, я кстати не знаю, сколько помидоры стоят. Но пусть бы там, цена помидора там 10 гривен, стартовая цена. И к нему набегает куча народу, то есть очередь стоит просто дикая. И что человек понимает? Он понимает, ага, желающих много, я съесть свои помидоры, всем этим людям не продам, потому что желающих больше, чем у меня помидоров. И он поднимает цену. Он ее поднимает, покупают, он ее поднимает, ее все равно покупают, он ее еще поднимает, ее все равно покупают. И так происходит до тех пор, пока не поднимается до той цены, когда ее уже не покупают. То есть считают, что цена слишком завышена. И в эти моменты мы упираемся в потолки. Рынок разворачивается и идет вниз, потому что здесь люди просто уже теряют в него веру. А теперь мы представим еще один интересный случай, который реально происходит. Мы сейчас разберемся с китами. Вы слышали, киты, киты, от их поведения что-то зависит, что от их поведения зависит. А это мы сейчас разберемся на примере фуры помидоров. Есть много продавцов, есть много покупателей. Представляем, что продавцов и покупателей одинаково. Ну то есть не продавцов и покупателей, а те, кто хочет купить товар и товара, его приблизительно одинаково. То есть помидоров. И вот все стоят, все торгуют. И тут приезжает фура с помидорами. Вот целая фура. И вот тут у владельца фуры есть сложность. Мелкие продавцы помидоров, они такие, как мы с вами. Мы своими продажными покупками по одиночке на рынок никак не влияем. Это капля в море. Мы пришли, купили помидор, мы там встали, продали. Мы молодцы. А как сделать, когда фура? Когда приезжает фура, ей нужно создать спрос на эти помидоры. Людей реально недостаточно много, чтобы их все выкупить. Что они могут сделать? Они могут опустить цену ниже, чем у тех, кто пришел с ведрами. И конечно же люди перейдут и начнут покупать у него помидоры. Но здесь есть тоже сложность. Если он за раз хочет продать все свои помидоры, и он опустит цену, то он этим просто обрушит рынок. Ценовой диапазон рухнет. То есть, когда он продает много, цена идет вниз. Мы это видим и здесь на графиках постоянно. Распродал свои помидоры, цена пошла вниз, потому что он распродал дохера помидоров. То есть, не чуть-чуть, много. Цена поднимается, он опять распродал, и опять цена пошла вниз. цена поднялась он распродал свои помидоры и цена опять пошла вниз крупным игрокам те у которых фуры помидоров они не могут просто взять и продать все потому что не просто положат рынок представьте что есть игроки у которых просто половина всех помидоров которые есть понятное дело что одним своим движением они просто все обрушит поэтому на продавать по чуть-чуть но и эти крупные игроки фактически себестоимость их помидора намного ниже чем у нас у всех у них дешевле логистика у них свои машины у них свои склады они покупают оптом всякие пестициды удобрения и поэтому все дешевле то есть они могут цену опускать ниже и ниже им падение рынка не столь существенно то есть если для обычного продавца цена там упала процентов на 20 он такой блин сколько я не до заработал этот может попустить цену хоть на 40 процентов и ничего ему страшного от этого не произойдет и теперь смотрите что получается с людьми которые скажем так был хороший год когда на помидорах много заработали они это посмотрели и такие мы займемся помидорами мы сейчас озолотимся и начинают заниматься помидорами покупают рассаду покупают в общем все что надо там балаганы строят там землю арендуют людей нанимают херачат и происходит какой-то урожайный год или помидоры эти никому не надо не придут за копейки там его нафиг не буду я заниматься этим помидорами похоже ситуация в крипте но сейчас я рассказывал о сходство помидора и биткоина либо читать другая абсолютно любая криптовалюта биткоин в данном случае но есть существенная разница помидор это скоропочтящийся продукт а биткоин нет соответственно мы всегда можем отследить цикличность подъемы и падения если здесь мы так в целом смотрим на графе о тут дорого было а тут типа дешево небольшие колебания но на самом деле берем и сравниваем то что нам визуально кажется каким-то небольшим колебанием берем даже не до самого верха и видим 250 процентов подъема все циклично вы прекрасно знаете глядя со стороны что помидоры всегда цикличны цена на помидоры цикличные кто много то мало не то дешевле то дороже то же самое происходит здесь купить помидоры заранее продать их следующем году у вас точно не получится но провернуть этот фокус с криптовалютой да пожалуйста то здесь мы с вами разобрали по какой причине происходит вот это вот движение много покупателей цена поднимается вверх потому что вы все хотите купить слишком много товара цена опускается вниз теперь посмотрим еще зацепим новости новостной фонд говорят цена зависит от новостей потому что произошла какая-то новость и он взлетел там bitcoin где-то одобрили и он взлетел что-то зал илон маски цена опять взлетела новости влияют на рынок но не новости влияют на рынок там ровно та же идея влияет уж когда много людей услышали новости они бегут покупать и в этот момент покупателей становится больше и цена растет то есть все зависит от соотношения тех кто хочет купить и тех кто хочет продать а новости просто подстегивают людей для того чтобы идти покупать либо плохие новости идти продавать я никого не призываю во что-то там вкладывать я просто объясняю как это работает на простых примерах если вам это зашло и понравился пример пишите в комментариях об этом о чем еще снять ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео пока пока слава украине пока слава украине